Ты надеваешь наизнанку одежду, ты уподобляешься местным силам. И тогда тебе как бы... Ты свой. Да, ты свой. Да. И тебе помогает. Вот. Ну, и еще есть технологии уже... Технологии это общение с лесом, ну, с деревом конкретно. Вот. Вы знаете, да, что осина, она забирает. Вот. Береза или сосна отдает. Ну, елку тоже забирает. Вот. И что интересно, вот, несколько раз пробовал. Вот. Входишь в состояние вот этого общения. Вот. Закручивается с этим деревом. И так может простоять вот несколько часов. Просто вообще там здорово. Обалдеть. Вот. Но после этого открываются интересные вещи из своего опыта. Вот. Иду. Полезу. Вот. И вдруг вот прохожу мимо дерева и слышу, что оно завизжало. прямо вот так... И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Вот так вот. Остановился немного вот чуть-чуть. Вот. Вот. Поворачиваю на это дерево, внимательно смотрю. Что такое? А потом на нём вот такая вот завязана проволока, и она уже стянута, и вот она у меня что-то сказала. Я просто его развязал, и всё, письма прекратилась. Или он понял, что его можно просить. Да. Вот такой вот случай, что с деревьями можно научиться разговаривать, и есть специальные технологии. Ну, их нужно, правильно, практиковать, чтобы уметь доступ к нему. Ну, с деревьев можно, и в городе общаться, не только в лесу. Да, можно, пожалуйста. Можно, только там, в городе, в городе часто ослабленные деревья, мучаются, а вот среди машин. А где-нибудь далеко, например, в роще... Ну, вот, если подводя итог, что гармонию с природой можно получать непосредственно, когда пришёл, и не задумывайся, она тебя и так поглотила. А можно осознанно использовать технологии, знания, и эти знания и технологии помогут выжить. Ну, в данном случае, что, если волосы дыбом встали, вот так, и стало страшно, не иди туда, куда ты шёл. Если всё время... Поворачивайся, 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 поворачивайся. Да, потому что шла, как и было, да? Всё, у меня вопросы. Нет, так уж, что рассказ, давайте я ещё одну поговорку в лесу. Я была в Узбекистане в этом городе, полгода проживала. Мне, то есть, одна женщина говорит, подойди к винограду, обними, от силы попроси. Я построилась, подошла, обняла, знаешь, такой пингут я получила. Я сама не поняла, как я вообще скачала от неё, вот от этой лазы. Вот так вот. У нас ещё и там бывает. Да. В отчим доме, вроде такой виноград, всё, подошла. Такая, прям, знаете, мягкая, пушистая, прям, я вот хочу. Вот такой пингут. Тебе, ты так всё, коротая, что ты ещё подошла? Да вот, все огородники, все огородники, ну вы же разговариваете со своими растениями? Ну так, втихоряк. Конечно. А как же, и громко можно. А что втихоряк-то? Что втихоряк-то не выявляет? Я не знаю, что втихоряк-то моя. Мама вслух разговаривает. Не, ну чтобы вы не вызвали психушку. Да. Я вслух разговариваю. Такие, мне кажется, люди разговаривают. Может, тоже историю расскажу. То есть, это же реальность? Мы приезжаем к подружке, всё время, вот так получается. Мы приезжаем к ней, они в сюжетском районе купили себе дом. И вот как-то друзья туда, все к ним приезжают. У них там такая вот тусовка просто наша институтская. Я заметила одну особенность. Как только мы идём в лес просто погулять. Вот никаких, ни корзиночек, даже кепочек не берём. Я не могу, нам всё время грибы попадаются. Прямо дорожками. Я смотрю, думаю, ну что, неужели так бывает? Мы только вышли. Там лесочек вообще только-только начал расти вот в этом месте. Я стою поворачиваться, я буквально 10 метров отошла. Я не понимаю, это вообще как? А мы просто пошли. Ну как же, ну вот это-то вот у нас с собой. То есть мы сколько могли с собой забрали. Вопрос с местным, что не собираетесь? А я не знаю, что они не собирают. То есть мы просто идём гулять. Это я замечала не один раз. Я говорю, слушайте, нам, наверное, гулять как-то. Причём пойдёшь, возьмёшь что-нибудь, будет не так. А вот просто пошли погулять. И вот эти дорожки с грибами. Я просто смотрю, ну господи, неужели вообще я такого не видела? А ещё был момент, мы приехали в августе, начало августа. И тоже у нас такая же картина. Девочки решили пойти гулять. Девочки. Наташа, муж говорит, да чего вы пойдёте-то, девчонки, ноги топтать. Давайте я вас тут вот с ветерком довезу. Он в шортах, в шлёпанцах. У подружки одной сына. Я тоже с вами хочу. Ну поехали. Ну буквально вот шлёпанцы и всё. И мы заезжаем в лес. Ну там ехать буквально, я не знаю, сколько, ну километр. Мы-то думаем, погуляем, что нам? Мы заезжаем в лес, и вот так вдоль дороги что-то красненькое. Вот так дверь открываем, а там брусника, вот такие ягоды. В начале августа, представляете? И она такая сладкая. То есть мы оттуда вывалились. Вот так всё. Тоже опять с минуты. А что так бывает? И у нас звучала музыка. У нас всё, что было у них в машине, вот во что было нужно положить. Мы полчасика там посидели, попели песен и поехали обратно. После чего решили, ну надо завтра сюда уже по-нормальному съездить. И вот эта картина, когда мы лежим, значит, там вот в этой бруснике, вот в этой вот красивой красной бруснике, я это не забуду никогда, потому что она такая вкусная, сладкая, вот эта брусника, вот прямо спелая-спелая. И вот мы вот в этом состоянии просто кайфа какого-то настоящего. Я говорю, Наташа, ты у нас каждый раз, как мы к тебе приезжаем, там какие-то новые ощущения совершенно даришь. Просто так мы пошли погулять. Волшебные места. Там действительно такие шикарные. У нас в 88-м году мы с мужем поженились. Но за ними у людей мы решили сделать путешествие. Мы решили, значит, свадебное Брючмула, наверное, слышали, да? Вот, Никитина правит, Брючмула, Брючмула. И мы, значит, сняли дома старые занавески, шили палатку, значит, загрузились. Я взяла сестренку, и мы поехали. И вот мы сходим, значит, с автобуса наконечный, и пошли по тропе, по которой все ходят. Слушайте, как мы ползли, пропасть внизу. Ужасный вот этот вот обрыв такой. Толюсенькая такая дорожка, козья. И мы с этими, значит, рюкзаками своими ползем. Жизнь не ходили вообще, чтобы мы не путешественники, не туристы. Ну, в общем, живые, здоровые. Не знаю, сколько времени мы ползли, мы приползли. И там такая, знаете, вот низинка. Несколько огромных, огромных деревьев и речка. Вот настолько. Я таких вот речек не видела, в каком плане. Вот мы взяли вещи свои, постирали, без мыла, без ничего. Вытащили, все идеально, белое. Вот все чистое, всегда, каждой ниточке. Это вот ледник тает. Вот самое начало ледников. Да, вкусное, вкуснее, наверное, не бывает. Ну, что, пришли еще какие-то туристы, уже нормальные. Мы подальше от них наступим. Мы с нашими этими тряпочками. У них там палатка, все. Они там строились. На ночь заморвались. И спать, я говорю, может, с коваром сидит на сохранении? Костер разбудит. Вечером он увидит, что-то сучит маловато. Увидел огромный тополь. И там веточка сухая. И вот он тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк свалил этот тополь, значит, притащил эту веточку. Счастье, что нас никто не видел. Потому что этого делать нельзя было. Это заповедная зона, конечно, ничего, видеть ничего нельзя. Вот он эту веточку, но она достаточно, видимо, большая. Я, говорит, сижу с этим топольным, уже прикемарил. И вдруг, говорит, такая морда на меня истинная. Раз. Я говорю, а это осень гулял. Гулял, глаз не болит с огням, в отличие от других животных. Он пришел калатомиться. Ну, в общем, дом утром кое-как посидел. Значит, утром к нам приполз. Залег, нужно, да, не зажигавшись с ним. Просыпаемся, к нам соседи приходят. Соседи приходят и говорят, а вы ночью никого не видели? Нет, никого не видел. Оказывается, пока они там спали, недалеко от нас обосновался какой-то беглец. Из тюрьмы, рядкуда он убежал. Он людей не обижал, конечно, но он крал и обувь, и консервы. И как же он у них выкрал все, что осталось на улице. То есть сейф консервы, сейф кроссовки, все-все вытащил. Значит, они встали, голые, бассейны, вещи там все. Он все вытащил, потому что ему зимовать, и, видимо, не так часто ему такая вот лопата. Дальше. Да, да, да. Ну, в общем, они так собрались и ушли. А оселка чей была? А оселка была чей. А осел, наверное, место. Охранялась. Самое интересное, оказывается, вот эта речка, она, знаете, как граница. Дальше перегонял местное население, перегонял скот. И она как бы вот в этом островке все лето кормилась. А потом усилию снова забирали. Почему-то скотина не могла перейти эту речку. Видимо, она уж такая быстрая была. Или холодная. Да, она очень холодная и быстрая, эта речка. И вот мы через день собрались, уезжали. Слушайте, пошли туда же, вот к тому, чтобы дорога-то, вот она. И по ней можно было спокойно пройти, не боясь сорваться на брык или еще куда-то. Где мы эту тропинку? Мы ее искали, мы потом не видели, где все пробегали. Нормальная тропа, все люди были. Так что вот так вот мы и с Владимой путешествовали. Ну, два или три дня я сейчас уже не помню. То есть такое шаманское испытание. Да. Испытание тропинкой, начало семейной жизни. Да, из кустов вылезает. И все понятие, что это все... Да, конечно, я близко. Когда мы шли по тропинке, а там, знаете, камешки такие острые, и они все серые лежат. И вот мы к тому, что кому-то все попадается, кому-то ничего. И вот мы с мужем пошли, и есть гремучая змея, да, хвостом которой? Да, да, да. Я, значит, муж прошел, ничего, а передо мной это... Я не понимаю, что змея отполагает. Смотрю, что-то шевелится. Я еще хотела потрогать. Она прислушалась, а он, говорит, и щели, и змея впеределась. Она прислушалась, да, наш бостом. Да, да, ушла, да. Она как в туалетке. То есть сколько раз находились, столько раз, то на змею чуть не наступлю, то чего-то там не тронуешь, что нельзя трогать. Муж говорит, где ты все это? Нужно ползать. И тропинку-то нашла, а тоже. Само ползает. Это вот из этой серии. Калом, да, за талантом. Проходите приключения. Ну, а теперь я. Моя очередь. Моя очередь. Видела я много всяких ягод, всяких грибов. Вот Света говорила про груснику. Вот я про грусничные тоже хочу рассказать. Отец работал на железной дороге. И мы ездили. Ну, он поговорит с машинистом. И где-нибудь на перегоне притормозят. Ну, прыгали с поезда. И потом залезали. Вместе с ним работал мужчина. Он повел нас за грусникой. Наверное, километров 10. С нами была собака. Мне, наверное, было лет 13. Я как думаю. Больше я не видела такой грусники никогда. Это такое впечатление, что накинут ковер. Нас было, наверное, человек 10. И, а может быть, больше надо? Больше, больше, больше. Отец у нас не ходит с этими сумками, ни с ведрами, ничем. У него кузовок. Он поставил веточки, чтобы побольше-то тоже надо. Но складывать больше уже некуда. С меня сняли рубашку. Насыпали в рубашку. И сделали мне за плечи, как рюкзак. Собака с нами была. Собака сначала делала все подряд. Потом, ну так вот, только подожди, так она съест. Потом выбирали самую темную и тоже подвинали. Все уже наелось. Пошли обратно. А женщин нахватали. Брусники-то. Сколько можно было. Еще и осталось много. Вот еще удивительно. 10 километров. Да, шли, 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 шли. Подошли к насыпи железнодорожной. Отец упал на нас. И пота фиговались. Все больше не надо. Вот тогда я первый раз поняла своей башкой дурной, что он тоже устает. Мне казалось, что он никогда не устает. Он как живчик. Он небольшого роста, подощавый. И вот это постоянно. Вот за грибами, за рыбой, там за ягодами. Все везде. А тут вот я поняла, что он тоже устает. Принесли мы много. У нас была бочка специальная для гусеники. 4 литра туда обходила. Ну, наверное, мы принесли больше. Потому что еще и продавали гусенику. Ну, в общем, нищета была несусветная. Продавали ягоды. Ты, мама, про любовь. Почему? Нет, почему? Нищета-то. Если столько ягод, разве это нищета? Ну, так кроме ягод тоже надо что-то на себя и под себя. И все. Мама, ты не будешь селить. Ну, вот гусеника. И видела я груздей. О, это да. Шли мы тоже отец. С ним вместе работал мужчина. И наша тетя, у нас было 4 человека. Сначала тетя Валя собирала по этой тропинке, ну, по дорожке. Красноголовики такие маленькие вот. А мы пошли за саваниной. У нас так, Коля, саваниной. Отец говорит, да, Валентина, отстань ты, чего ты? О, Коля, да ну как же, где-то вон, поглядя-ка, какие грибочки-то. Собирала, собирала. Красота такая. Да, маленькие, только что вылезли. Шли, в общем, какая-то чаще. Мы пролезли, отец шел впереди. Но места, видимо, он не знал или не сориентировался. Ну, не знаю, не думаю, что он не сориентировался. И у него под ногами захрустело. И он нам говорит, стойте, мы встали. Вот сплошь, ну, больше этой квартиры, такая в лесу, в лес. Как немножко повыше вот этой осинника этого, по которому мы шли. Сплошь, сплошь белые грузди. Ну, вот эти подгрузки. Или грузди, грузди белые. Мохнатые. Да, да. С эти соплистыми. А, да, да. С листвы не вышли. Да, да, хрустят под ногами. Вот мужики встали, ну, и мы тоже на колени, срезали все и складывали кучу. Потом тетя Валя выбросила эти красноголовые фирмы. Загрузили мы свои рюкзаки, сколько у нас там было эти за плечами. Ну, плетеные такие. Туеса. Туеса, да. И корзинки. Ой, я как сейчас вспомню, мы еле вышли. Потому что цепляется вот... Часто, в лес-то очень. Отец сколько раз туда ходил, не мог найти эту гривку. Даже я знаю, как он переживал. Никак не мог найти. Вот че он. Это подарок такой. А потом белые грузди, они же не каждый год и бывают. Да, но это было вообще не мог. Помнишь, где с деревеной велосипеда с черными грузьями? Помнишь? Сначала собирали в корзины, потом собирали в плащ. Потом уже просто стали собирать в кучи прямо на земле. Чтоб потом вернуться и эти кучи принести. Уйти-то мы ушли. К этим кучам мы назад вернулись. Но они оказались такими тяжелыми. Это вот их же надо опять туда принести. Как мы перли эти кучи. Я до сих пор помню. Надо было стачки. По болоту. Мы с велосипеда. И по болоту. А, надо болоту и велосипед на воде. Я думала, что такое аркуты, как у нас. Мы как-то охотились за грибами, но у кого не было. По соткам на уазике. О, это да. В Казахстане дело в том, что грибов, ну, они растут только весной. И они какие-то, я даже не знаю, какие вот такие вот чашки. Белые грибы, что это за грибов? Ну, это печерица, это как степной шампиньон. Вот такие, да, полустые. Я не могу сказать, не могу сказать, не могу. Как сковородки. Да. Вот. И по соткам-то они же голые. И, в общем-то, и грибы эти видно издалека. Это верно. Не исходишь ногами. Поэтому мы... Дядька сказал, садитесь сейчас, поедем. Мы собрали два мешка. Мешок это шоу? Ну, вот эти мешки 50-килограммовые, или сколько вот такие, два мешка. Но они крупные. Просто мы едем на уазике. Он говорит, смотрите по сторонам. Кто увидел гриб, кричит, он останавливается. И мы тут, значит, собрали все, поехали дальше. Вот так у нас была такая работа. И что вы с ними делали? Солили. А, солятые. Не, они на жарюку нормали. Я такой сбор практиковала тоже. Какие-то два года. Было очень много грибов. И вот когда осваивали эту деревню, я там жила. И у меня гостевала одна девочка. И вот мы с ней поедем в лес. И не выходя, я говорю, Даша, смотри, сейчас будет дорожка лесная. А редко она не по ней ездит, даже травой прорастает. Ну и вот, и белые тут везде лезут. И вот мы прямо дверку открыли, вынули. И если бы он прямо посередине вырос, то тут выйти надо. А то точно так же. Но уже баловство. Я говорю, ну это уже какое-то извращение. Открываешь дверку, и одна нога еще в машине дотянулась. И опять поехали. Такое вот. Еще не пробовали, чтобы они сами прыгали. Не слушаются, да. Не слушаются. А так, конечно, вот эти вот разговоры в лесу. Коля хорошую тему поднял. И когда, ведь в общем-то, тихая охота называется, да, вот это собирание. И все равно вот этот внутренний диалог, он вот рано или поздно все равно проснется и начнется этот диалог. И поэтому здесь, а с кем еще и разговаривать-то? Ну и вот и разговариваешь со всеми этими. Или растениями, или ягодами, или грибами. Да, но здесь как, может человек, вырвавшись из леса, ой, из города, он может продолжать диалоги со своими там недругами или друзьями. И быть вот в этой вот суматохе о городе. А здесь как раз важно, что настроиться на общение с лесом. Ну, вот лично у меня уходит вот на эту настройку, вот такую вот настройку, это где-то минут сорок. Вот, сорок минут ходишь, 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 и потом, оп, наступает этот момент. И именно в этот момент начинают попадаться грибы. А так их нет. Вот их, психика, их, ну, глаза не видят, их не видишь, ничего. Ходишь, все, и потом, когда настрой произошел, вот это слияние произошло, все, начинается. И еще очень важный момент, вот, как мы говорили, да, с этими маечки там снимать и так далее. У Лешего есть такое развлечение. Вот, это называется проверка на жадность. Вот, потому что, когда ходишь, обычно, ну вот, ну что за лес, ничего нет, ничего нет. А ему, а ему-то ведь обильно, как нет, у меня вон, это ты слепой. Ну вот, и он начинает, вот, когда вот я все... Слышать. И есть, слушай, и есть так называемые премиальные грибы, да, когда ты уже направо, все, и ты идешь, и про себя, лишь бы больше ничего не было. Я говорю, на тебе, а вот еще, а вот это, да, мне не жалко. А у меня козырь, да? Ну, все, это было, вот, я иду, вот, вот две корзины. Вот помнишь, как мы с белыми шли, да? Вот две корзины, вот здесь, здесь, иду так, еще так, иду, иду, вот уже, ну, блин, еще лес такой. И, и так про себя, вот так, подхихикываю, и вот сейчас еще желтая грузия. И я говорю, да надо! Все, и стоит желтая грузия. Ну, я уже все говорю, Лена, давай, ты собирай, я пойду к машине отнесу, выгружусь, приду, приду. И вот я где-то, а туда идти, до машины больше получаса, туда и полчаса обратно. Вот пока пришел, у меня есть вот горка этих желтых. Вот, и это, и это, это практически всегда. Вот, поэтому нельзя, вот, ругать, потому что он тебе потом проверил. Ему не жалко, у него и ягода, и ты же самое. А потом ты принесешь домой эту кучу, и надо еще ее разобрать. А как? Вот поэтому я генутищу внесу. А, генутищу, и генутищу нанесешь. Тоже хорошо, да. Хорошо. Тяжелее в два раза, ну, там что? Саша, у него корзинка получилась в ней поменьше, но получилось походу-то, когда мы начали байтубу-то, там-то чистить уже не надо было, там уже шляпки отдельно, ножки отдельно, все уже отдельно, а у этих, значит, целая корзина там потом, значит, с половиной там выбрасывали, и получается вот, да, вот так. Да-да-да. Это мне Коля всегда учит, безжалостно все выбрасывать, ни одного, чтобы даже намека на какой-то там... Да-да-да, вы смотрели ваши клипы, вот там, там именно так и есть это. То есть без... Дело-то в том, что... И Коля голос за кадром, режь-режь, больше вырезай, до чистого. Дело-то в том, что пока в лесу еще гриб, а пока принес, в него уже черняк залез, он уже не мой получается. Нет, но черняки уже там есть, потому что кладка была, то есть... Да, они в этот момент размножаются, ползают и так далее. То есть, профессор, если ты собрал часа три, как минимум, а три часа для насекомого, это полжизни, понимаешь? Ну, полгриба. Уже вырастет, полго сделает... Да, да-да-да. Я вообще не могу собирать вот... Принес кучу... Так, чтобы до вечера половина оставили, да? Да. Советский сад, полгриба. Принес кучу... Принес кучу... Продолжение следует...